Ну что, дамы и господа, восторг! Да, именно восторг! И давно я не начинал своего обзора с таких слов. Сегодня мы говорим о СУ-9 Ультра. Это ЦАП от СМСЛ среднего сегмента, это не самый топ, но он уже очень близко к самому топу, а именно СУ-10. Короче, сейчас супруга повертит в руках, а я вам расскажу все подробно, покажу замеры, все как вы любите. Цифроаналоговый преобразователь приходит в стандартной для СМСЛ черной и белой коробочке. А внутри нас ожидает пульт управления, стандартный набор макулатуры, Bluetooth-антенка, USB Type-C кабель и кабель питания. Ну и, конечно, герой нашего обзора. Вот такой вот маленький и привычный черный коробочек от СМСЛ. Точно такой же, как СМСЛ СУ-9, СУ-9 ПРО, ну и теперь это называется СУ-9 Ультра. По своим размерам он смотрится значительно меньше того же СУ-10. По органам управления думаю, что все понятно, на передней панели есть экранчик, крутилка громкости, она же отвечает за навигацию по меню. Все выполнено из металла, все добротненькое, хорошенькое, но, честно сказать, этот дизайн уже, ну, очень приелся. А сзади все стандартно. Вход по питанию, Bluetooth-антенку подключаем оптический, USB-вход, а также коаксиальный. Ну и выходы. Два балансных и два небалансных. Именно сюда мы подключаем ваши усилители, активные колонки при необходимости и так далее. Включаем устройство и пока моя супруга лазит по меню, разбирать которое мы не будем, потому что делали это миллион раз, я вам расскажу про начинку, а точнее про отличия от предыдущих моделей. Самое главное нововведение – это использование новейшей связки от Asahi Kasei. Это декодер AK4191 в связке с преобразователем AK4499EX. То есть за цифро-аналоговое преобразование у нас теперь отвечает целых два чипа, работающих в связке. Один декодирует, другой преобразовывает. И это самое новое решение от AK. Что касается USB, здесь уже хорошо зарекомендовавший себя 316-й XMOS, впрочем, как и в прошке, который поддерживает все возможные сигналы, включая MQA и MQACD. Здесь новый тактовый генератор ЦК-03, малошумящий линейный блок питания, а за Bluetooth отвечает самый последний чип от Qualcomm, который поддерживает LDAC, APTX, APTX HD, SBC, AAC, ну в общем, все, что нужно практически. Ну то есть по большому счету прогресс здесь только в новых чипах. Обычный Су-9 был на ЕС 9038 Pro, Су-9 Pro был на 9039 Pro, а здесь у нас новая связка чипов от Asahi Kasei. Все остальное плюс-минус одинаково. И это не значит, что плохо. Су-9 и первый, и второй себя зарекомендовали весьма неплохо. Однако, конечно, они не дотягивали до флагманского Су-10. Здесь же, благодаря самому последнему чипу от АК, мы еще ближе приблизились к флагману по качеству, при том, что цена осталась примерно на том же самом уровне, что и у предыдущих изделий этой серии. Но в качестве операционных усилителей используются те же самые OPPO 1612 в количестве 8 штук. А теперь взглянем на замеры. Ну и здесь ожидаемо все очень здорово и по цифрам, ну и, разумеется, по оценкам. Однако, обратите внимание, здесь у нас не отлично, а очень хорошо. И это неравномерность ИЧХ. Вот она проблемка. На целых пол децибела самый край баса у нас падает. Но справедливости ранее, скажу, это не слышно. Это невозможно услышать человеческим слухом. Поэтому просто на это не обращаем внимания. Уровень шума. Эталонно низкий. Динамический диапазон. Супер все. Гармонические искажения плюс шум. Тоже все замечательно. Ничего лишнего нет. Интермодуляционные искажения. Прям эталонно фактически. В общем-то и все остальное у нас замечательно. А теперь давайте сравним с Су-10. Собственно, по оценкам вы видите, у нас уровень шума. И даже динамический диапазон немножко лучше, чем у Су-10. Вот Су-9. Ультра. Вот Су-10. Здесь показатели чуточку лучше. Чуть-чуть хуже. Там на одну десятитысячную у нас гармонические искажения. Здесь немножко хуже интермодуляционные искажения. Короче говоря, это все сильно за пределами человеческого слуха. Вот у нас АЧХ. Видите, белая полоска. Это Су-9 Ультра. Она немножко здесь вот просела. У Су-10 все виталонно ровно. Здесь у Су-10 чуть-чуть хуже показатели. Видите, вот зеленое. Выше значит хуже. У Су-10. Здесь все плюс-минус одинаково хорошо. Здесь тоже самое плюс-минус одинаково хорошо. А вот интермодуляционные искажения чуточку лучше у Су-10. Потому что вот иголочка вот эта наша, да, видите, она прям вот отсюда начинается без вот этого всплеска. Это вот все сильно за пределами человеческого слуха. Поэтому, опять же, на это сильно обращать внимание не надо. Но, тем не менее, у Су-10 эти показатели чуточку лучше. Короче говоря, плюс-минус то же самое. Замечательные замеры у обеих моделей. Субъективными данными закончили. И теперь мое субъективное мнение. Как я уже сказал в начале этого ролика, первые мои впечатления от данного устройства это восторг. Восторг потому, что я как обладатель Су-10, как обладатель Hi-Fi Man Serenade, давненько не чувствовал таких эмоций, как от данного ЦАПа. Да, это все еще не Су-10. Су-10 на двух, можно сказать, стареньких ЕС-9038 Pro все еще лучше. Но вот этот вот малыш уже настолько хорош, что по некоторым параметрам мне даже больше понравился. Видать, всему виной новая связка от Асахи Косаи. По-другому я все-таки это никак не могу объяснить. И если вы смотрите мои обзоры давно, вы знаете, что я давно поклонник именно чипов Атака. Да, Су-10 на двух ЕС-сках звучит все еще масштабнее. У него все еще шея сцена. У него все еще богаче звук. И он, несмотря на то, что он на двух ЕС-сках, обладает куда более сильной материальной частью. Ну, в частности, системой питания. Там больше операционных усилителей. Все сделано несколько серьезнее. Все-таки мы говорим о топовой серии. А здесь, пусть хорошие, но линейники. Меньше операционных усилителей. В целом, схемка попроще. Но благодаря новым чипам, вот эта вся старая начинка раскрылась уже совсем по-другому. И я сейчас совсем не буду вдаваться в такие детали, как кристальный чистый звук, скальпельная резкость и так далее, и так далее. Потому что сейчас мы с вами говорим совсем про другое. ЦАП звучит чрезвычайно эмоционально. Он все еще супер детальный, он все еще супер быстрый. Но такого количества именно эмоций не дает даже Су-десятый. Что эта чертяка вытворяет с басом, это просто надо слышать. В связке с уже не самым топовым SMSL M400, прослушивая все это на LCDX от Odyssey, мне казалось, что бас мне прям вколачивают молотом в голову. Он настолько объемный, настолько техничный, что порой я глядел на себя со стороны, как вот на тот самый мем, когда плачущий аудиофил слушает какую-то супер связку, потому что эмоции просто через край. Звучание наконец-то стало весомым. Оно не просто четкое, кристально чистое. Оно обладает хорошим весом, хорошим разделением планов. Здесь хорошо в принципе все. Кроме того, наконец-то избавились от проблемы про звенящие высокие частоты. При этом не потеряв в детальности. Да, они уже совсем не звенят, но при этом они остаются чрезвычайно детальными. И еще раз говорю, дело вообще не в этих всех параметрах. Мне просто хотелось слушать этот ЦАП. Я включил свою подборку в Кобузе и просто окунулся в музыку. Единственное, что меня выводило из этого состояния, это то, что я понимал, что я в такт музыки трясу хайром. Нет, я сейчас на полном серьезе. Я в такт музыки прям реально качал головой. Такое бывает редко. А этот чертяка заставил. Ладно, давайте все-таки коснемся немножко технических моментов, но на примере конкретных композиций. Я сейчас не буду говорить про металлику и CD-си. Давайте что-нибудь новое. Возьмем опять же тот же Electric Callboy. Композиция Pumped. Вообще мега сложная композиция для любого ЦАПа, для любого усилителя. Сложна она тем, что там просто идет жуткое мясо с гроулингом, с кучей гитар вообще в диком темпе. И вот это все не захлебывается, не скатывается в кучу, а буквально разбирается на атомы. И вместе с тем ты не обращаешь внимания, просто качаешь хайром. Вот прям так. Окей, давайте послушаем электронную музыку. В частности, Ghost Rider Make Us Stronger. Обязательно послушайте эту композицию. Вот здесь вот бас как раз по-настоящему выколачивает все, что в вас было. Буквально эта композиция в связке с этим усилителем и с этим ЦАПом может выбить из вас все дерьмо, которое у вас копилось. Это вот так вот эмоционально, что ты сидишь такой вот. Прям чуть ли не слезы на глазах накатывают. Из-за того, что это супер эмоционально. Это супер атмосферно. Это прям по-настоящему пробирает. Короче, полноценное взрослое звучание в устройстве стоимостью порядка 40 тысяч. Да, конечно, к этому нужно будет добавить еще X-Log хотя бы типа M400. Да, к этому нужны будут более-менее нормальные кабели. И, конечно же, хорошие наушники. Но сам по себе Су-9 Ultra вот в этой вот некислой связке, возглавляемой Odyssey LCDX, совсем не кажется слабым звеном. Вообще, мне кажется, в данной связке слабого звена нет. Потому что даже M400, который как бы суховатый, как бы такой вот, знаете, слишком цифровой, благодаря хорошему ЦАПу отрабатывает уже по-настоящему эмоционально. Короче, это все про эмоции. Если вы хотите эмоциональный ЦАП, который буквально из вас эти эмоции будет выбивать, Су-9 Ultra это то самое, что вы искали. И оно прекрасно справляется даже с тяжелыми жанрами, оно прекрасно справляется и с электронной музыкой, и также прекрасно ему даются и сложные композиции в инструменталке, классике и даже каком-нибудь джазе. Это все еще не так уж и дешево, но вместе с тем это сильно дешевле, чем было даже два года назад. И если SMSL очень сильно экономят на дизайне и уже давным-давно не обновляют свой модельный ряд по части внешнего вида, и даже начинка здесь, если не считать нового ЦАПа, в принципе плюс-минус одна и та же, то вот именно новый цифроаналоговый преобразователь, ну точнее связка от Asahi Kasei подняла Су-9 на новый уровень. И кстати, обзор на Су-9 просто без всяких Pro и Ultra у меня был, а вот обзор на Су-9 Pro, который является промежуточным звеном, как вы наверное знаете, у меня не выходил, хотя у меня он есть. Может быть когда-нибудь я его сделаю, если дойдут руки, но таких эмоций он у меня не вызвал. Поэтому и лежит на полочке, и как бы вот, ну и лежит, и лежит. А вот эту штучку, обойти так сказать вас и не поделиться с вами впечатлениями, я никак не мог. Короче, Су-9 Ultra реально очень хорош. И вот честно вам скажу, хотел этот обзор сделать коротким, но не получилось. Но заканчивать надо, и поэтому я сейчас благодарю ребят, которых вы видите на экране. Именно благодаря им у меня есть возможность делиться с вами настоящими впечатлениями, независимыми обзорами и интересными девайсами. Такими, как этот самый СМСЛ Су-9 Ultra. Но если вам нравятся эти обзоры, если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, ссылочка есть в описании. На Boosty можно сделать это буквально в три клика и помочь не только в создании обзоров, но и в реабилитации от серьезной болезни. Спасибо вам. А я с вами ненадолго прощаюсь. И возможно, это даже последний обзор в этом году. Мы с вами увидимся уже, наверное, на праздниках. У меня столько всего интересного лежит, что буквально можно выпускать по обзору в день, но не успеваю. Так или иначе, увидимся очень скоро. Всем пока. С Новым Годом. И да, желаю вам хорошего звука. А остальное приложится. С Новым Годом.